Мы же не можем без строительного контента, мы же на строительном канале, ребят, с вами. Кузьмич! Лёва! 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 Смотрите, вот у нас нижний венец. Сегодня мы будем жарить с вами морала. Надеюсь, вы это увидели, потому что многие подумают, что это фотомонтаж. Контент у нас не получился в плане съёмок по рыбалке сегодня. Сегодня. Ты где? Это ты, Лёва! Опа, видал, надвай крючка сразу, смотри, как я умею. Сейчас мы её бахнем. Так, ребята, я приветствую вас на канале «Строим дом своими руками». И мы приехали на базу, на Таёжную, в село, которое уже заброшено, в принципе. Вот этот дом, он одного из пчеловодов нашего Алтайского края. Я хочу с вами посоветоваться, друзья. Скажите мне, пожалуйста, вы сейчас не говорите, а когда видео посмотрите, вы мне напишите. Хороший ли это опыт, если я буду на этот канал, на наш строительный, выкладывать такие видосы? Или стоит записывать это вот по ссылке на канал «Дневник провинциала». Ну, или мы его по-другому как-нибудь с вами назовем. Кстати, тоже, если посоветуете, будет здорово, как назвать этот канал правильнее. Я хочу рассказать некоторые моменты о стройке на пасеке. Также я хочу показать вам, ну, наш отдых, потому как раз в сезон я выбираюсь вот с моими друзьями на такие мероприятия. Получается просто классно. Друзья, смотрите видос, в общем, комментируйте. Все, мы поехали на пасеку. Сейчас нам 40 километров в тайгу, представляете, переться. Это просто кайф. Заливаем бензин, готовимся уже к нашему мероприятию. 95-й? 8-й. 98-й? 2-й. Так, ребята, нас немножко стянуло сейчас с дороги. Тут проголызина такая нормальная. И скинуло с основной трассы. Сейчас спасаем машинку. Ты будешь выныривать здесь? Да. А, сел на дно. Давайте перец сдернем сюда, на меня. И я потом туда выйду. Мишань, идите сюда все, перец просто сдернем и все. Хорошо. Назад болей. О, все, слез. Я приготовил мушки, сейчас вам покажу. О, посмотрите, какие замечательные мушки мы накрутили. Но есть одна большая проблема, и вы, наверное, ее уже видите. Она находится вон в том окне. Короче, на улице льет дождь. Ну, сегодня погода вообще не соблаговолит нам для поездок на рыбалку. Поэтому мы сегодня просто с вами пожарим шашлыки, сделаем баньку. Ну, может быть, постреляем. Ну, по банкам, не знаю. Ну, потому что, ну, реально, ехать сегодня куда-то, это смерти подобное. Всю ночь лил дождь, и сейчас такие там налили дороги, что не стоит. Я хочу еще небольшое интервью снять с хозяином пасеки. Он расскажет нам про строительство своего домика, вот как он все это делал. Но сейчас он, сейчас он отдыхает, потому что ночь задалась у нас интересная сегодня. Так, мы готовим угли. Сегодня мы будем жарить с вами морала. Ваня, Вань, а это морал. Расскажи про него. Как его звали? Морал Сергей. Я буду жарить. Ребят, я, короче, сам в шоке. Ну, сейчас 5 вечера, и парни говорят, что мы сегодня спать не ляжем, пока не поймаем 83 хариуса. Поэтому у нас вот там Рустам. Фамилию я так не запомню, конечно. Нихуя себе. На один я поймаю 5 штук, наверное, на 6. Да на такого коня можно поймать акулу. Все, едем, едем на рыбалку, поэтому мы сейчас этого морала дожариваем. И прям с вами рыбачить на приторы, да? Что такое приторы? Приторы, так там, где речка подходит к горе. А, ну вот, 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 знайте, знайте, место, где речка подходит к горе, называется приторы. Не речка, а гречка. А, гречка. Редактор субтитров А.Семкин Так, друзья, дискотека. Ай-яй-яй, кто там? Мы же не можем без строительного контента, мы же на строительном канале, ребят, с вами. И сегодня вам Иван, наш замечательный хозяин этой пасеки, расскажет интересный момент, как можно построить дом без фундамента. И причем этот дом будет стоять очень долгие годы. Я думаю, что вам эта информация будет полезна. Ну, для многих, кто там занимается пчелами или чем-то таким быстровозводимым. В общем, чтобы построить избушечку, чтобы нижние венцы не гнили, нужно использовать фундамент. Фундамент это дорогостоящая и довольно-таки долгая процедура. И в таких условиях, где нет ни электричества, ни света, чтобы замешать бетон легко, привести песок сюда, цемент, все это доставить сюда. А потом еще палпку выставить, залить, когда застынет, в основном ставить венцы первые. То есть это очень долгая и кропотливая работа. Как мы можем обойтись без фундамента? Первое. Можно поставить на камни. Найти огромные камни, опять же, привести их сюда. И по углам помещения положить на углы камни большие. Конечно, домик будет стоять на высоте, гниться уже не будет гнить. Тем самым мы защищаем от гнений. Второй момент. Попроще и полегче. Берем трубы, диаметр полтинник. Грубо говоря, прям, ну, 2 метра. Максимум. Минимум там, полтора метра. Вымеряем сначала диагонали, все меряем, все делаем. Берем большую кувалду, забиваем трубы, оставляем над землей, там, сантиметров 20. Делаем запилы в этой трубе. Выгибаем ушки, чтобы можно было прикрутить нижний венец к этим трубам. И все. И затем берем бревно уже, вырезаем место под эту трубу. Опускаем, прикручиваем. И вот у нас венец стоит над землей. То есть он уже не будет гнить, будет проветриваться летом. То есть чтобы ни влага не попадала. Потому что зимой все равно снег выпадает. В окна лежит снег. То есть первый венец все равно напитывается влагой. Весна пришла, снег растаял, венец мокрый. Вот для этого нужно нам что? Правильно, вот это пространство между землей и первым венцом. То есть там гуляет воздух, начинает просыхать нижний венец. И тем самым он уже не гниет. Вот и весь секрет. Давай покажем. Идем сюда. Вот, смотрите. Вот у нас нижний венец. Тут я вместо трубы, конечно, забил уголок. Можно уголок, но чем плох уголок, потому что он под тяжестью всего помещения, уголок может еще опуститься. То есть нужно еще помнить этот момент. А труба, она как бы более-менее устойчивая. И она уже так сильно не опускается. А трубе еще можно приварить сюда параллельку, да? И она, наверное, будет об землю опираться. Можно. Можно. Хороший вариант, да. Сделайте такой еще блин приварить на трубу. И уже он уже будет, конечно, давление не держать на земле как раз. Тем самым у нас будет домик стоять вечно, можно так сказать. И не гнить. Да. А про первый венец, что скажешь? Он у тебя обычно, я смотрю, по цвету отличается. Ну, делают либо из сырого материала, либо делают из осины. То есть осина, она как бы более плотный материал такой, древесина. Она меньше гниет. Ну, лиственница какая-то, конечно, вообще идеальный вариант. Листвия положить, это можно даже на землю положить. Он очень долго не будет гнить, потому что смоленистая порода дерева. Поэтому она плотная, твердая. Если еще пропитать какими-нибудь пропитками от гниения, то это вообще будет вечное основание. Слушай, а для сборки, для сборки вот этих домов ты используешь, ну, какие-нибудь там шканты или, ну... Для сборки лучше всего, ни такие шканты не нужны, рубится ласточный хвост. Это самый надежный, самый крепкий, сцепляющий механизм. Делается под скосом, то есть уже никуда не в разные стороны, он уже не будет разъезжаться. Если делать обычные, лапти называется, лаптевое собрание сруба, то там, конечно, можно ее повезти, куда-то пойдет маленькое. А ласточкин хвост самое надежное. Все старинные дома собирали вот именно на ласточкин хвост. Делается еще пазы между бревнами, чтобы бревно на бревно накладывалось, и чтобы там мох туда прокладывают. Либо нынешний, конечно, материал это пена. Да, хотел про пену еще спросить, насколько вот ты уверен, что это долговечный материал? Ну, опять же, как рекомендуют все фирмы, занимающиеся пеной. Пену, конечно, нужно защищать от ультрафиолетового цвета. А, ну это понятно. Закрашивать, а так, на другой базе у меня пена закрашена, и ей вообще ничего не сносится. Смотрите, она желтая, там ее ковыряешь, она там белая, можете наблюдать. Под краской, конечно, она прям свежая, также ее берешь, отколупываешь красочку, она такая же светлая, она не разрушается. Я думаю, что простоит очень долгое время. Конечно, минус какой в этой пене, помещение маленько отошло, началось двигаться, там все равно влага и среда обитания. В общем, где-то отошло, маленько пена щелкнула, и все, ослоилось, и все, это уже как бы получается мостик холода, проникает холод. Поэтому нужно делать помещение, построили, год-два она должна отстояться, выстояться, как говорится, чтобы она уже усадку такую не давала. Через два года можно уже заниматься пеной. Пеной запенили и забыли. Ну, и покрасили, конечно, еще дополнительно. Можно обшить, конечно, чем-нибудь заделать, какие-то нащельники сделать. Углы все, конечно, заделываются. Тез берется, и прибивается защита углов, чтобы она тоже не гнила. Не вело, да? Не вело, да, делаются такие вот углы специально. А это вырублено именно для того, чтобы ты это сделал, или... Это делается просто, чтобы выводить уровень, смотреть, чтобы домик стоял ровно, никуда не заваливался. То есть, как бы это для себя уже делаешь. Ну, эстетика, конечно. Если бы просто были бы бревны такие. Ну, да, некрасиво. Как-то некрасиво, конечно. А тут все это обрезается ровненько, и все, и визуально, конечно, смотрится это красиво. Ну, да, да, неплохо. Тем более, если ты когда делаешь сам своими руками, строим пасеки своими руками, Поэтому это очень по душе даже человеку, который этим занимается. Когда ты уже сделаешь это помещение, то это уже, конечно, и смотрится, и нравится, главное приятно. Ну, от себя хочу сказать, друзья, мы сегодня провели ночь в этом доме, ни один угол не дует. То есть, сегодня ночью было прям хорошо ветрено, и, ну, было комфортно. И самое интересное, у тебя нет вентиляции внешней. То есть, я просто вентиляции вроде как я не увидел, но, тем не менее, было комфортно в доме спать. Ну, да, он не задыхается, избушка. Она, тем самым, потому что нижние венцы, они лежат не на земле, там проходит воздух. А, еще, вот с этого. То есть, как бы, пол, конечно, он там, ты его идеально не сделаешь, чтобы прям плотно был плотно. По краям ты, конечно, на щельнике там можешь все это как бы заделать. Но все равно воздух, он продает свое, он продувает, и там пол сухой у тебя получается, он уже не гниет, не мокнет, ничего с ним не делается. Тем самым, я говорю, и помещение комфортно. То есть, воздух не застоявшийся. Короче, друзья, если вы хотите дом такой пчеловодческий, то это оптимальный вариант. Вот именно на буронавивных сваях, ну, допустим, винтовых сваях. Это здорово. Ну, реально это работает. Мне понравилось. То есть, это дешевый вариант такой, чтобы не заливать, делать бетон. Или там какие-то закладные там влить. Буровые закладные там делают все еще. То есть, как бы это, ну, попроще, забил трубы и поставил на трубу, и все, он будет стоять тебе. Я думаю, что всю свою жизнь простоит. Сегодня у нас еще с вами мероприятие. А завтра, возможно, если у нас получится, до отъезда домой мы еще порыбачим. Но это по погоде. Сегодня погода не дала. Сегодня был ливень. Вот сейчас хорошо, но уже поздно. То есть, ехать на эту речку, это километров 20, наверное, отсюда, да? Ну, да. Наверное, уже некомфортно. Мы пока доедем, уже темнота будет. Ну, вот так, друзья, вот так, вот так, вот так. Стройте. Строить своими руками, ребят, это круто. Я вам вот прям советую. Прям советую. Тем более, представляете, в тайге мы сейчас находимся с вами 60 километров от любого человека, который может быть рядом. Просто. Чтобы сюда что-то завести, это очень проблематично. Либо зимой на снегоходе, либо летом на квадроцикле. Но это очень, привезти можно очень мало. Дорога, тем более, очень ужасная. Ну, думаю, те, кто у нас смотрит канал Дни провинциала и наш строительный канал, конечно же, эту базу знают наизусть. Потому что мы сюда и зимой, и осенью, и весной. Ну, каждый год мы сюда приезжаем раза два. И база Виттик меняется, Виттик становится все лучше и лучше. И это от того, что просто мы приобретаем навыки строительства, узнаем новые моменты и делаем это правильно. Конечно, новые технологии всегда нужно применять в любом месте. Даже если очень далеком от населенного пункта, все равно нужно как-то не делать все по старинке, а все равно надо принимать вот эти новые нововведения. Да, конечно, конечно. Пользоваться нужно гаджетами, ребята, гаджетами и виджетами. Ладно, пойдем. Здорово, спасибо большое. И вот, друзья, мы выдвигаемся наконец-то на рыбалку на второй день. Да! Да! Продолжение следует... 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 знаете почему мы не боимся медведя потому что здесь палка нас граната будем испытывать хотя вы это уже видели в видосе про сигнализацию вот тут но может вам просто ну так чтобы интересно было сейчас мы ее бахнем бахнем ну чё давай бахнем короче раз поворачиваем усики это только давай ее ну чё в пенек наверно поставим все выдергивай чеку если она сейчас стукнет то сразу выбрасывай если она но она не должна это не бойся смотри выдергиваешь кольцо она не должна ничего сделать потом просто отпускаешь задержку и она взрывает через четыре секунды на не бойся просто я говорю что у меня раз было что я слабо держал задержку выдернул кольцо и у меня пук там первый взрыв такой пук вот здесь происходит и я сразу выбросил ну то есть сразу выбраться если она пыхнет а если не пыхнет то все нормально выдернул задержку ничего не произойдет это самое что она у тебя осталось вот ну в таком состоянии сейчас просто туда и положишь отвернемся да и все утратит это ну задержку это вот ну вряд ли ты найдешь что-нибудь это ну опять вообще огонь а еще что пожаре чё надо делать не а знаешь они вот когда в самом начале они кажется поприкольней только начинается так настоящий же опять ну я надеюсь но вы напишите на всякий случай вот такая вот красота они кончаются а давай в камень вот этот камень даже не понял смотри на нем отметки просто остались он не вижу ну нормально попал парни ну чё как нарезаем нахуй давай вот это и да так друзья ну наш эксперимент подходит концу хочу вас поблагодарить за то что вы посмотрели это видео и буду очень рад если вы его оцените и скажете мне главный момент стоит ли вот такие видосы все-таки нам на основной канал или скидывать его ну на какой-нибудь дополнительный хоть и были элементы строительства в данном случае но они были теоретические они были так по себе посредственно основное направление было то что мы находимся в центре тайги и здесь вокруг нас есть дикие звери которые реально опасны и вот мне интересно следующая такая же поездка она будет на снегоходе уже по первому снегу хотите ли вы это видите или ну все-таки это на второй канал и те кому интересно уже будут подписываться пожалуйста пишите в комментарии мне это действительно важно просто я бы хотел объединить в один канал и чтобы просто моя жизнь она была вот на этом канале если так прикольно то будет так не прикольно буду на дополнительным вкуснятина уже готова пойдемте кушать шашлычок может его помыть стоило он же с землей ваня когда выйдет тот видос уже грибники и вот и все это ну ребят ссылку в описании на тот видос я тоже добавлю вы поймете хотя бы с какими людьми мы здесь катаемся друзьям и продаем франшизу на биг маки из марала вы какие слова поняли все что я сказал вот поэтому очень вкусно но есть надо определенно в тайге прокурор тунов упорный до последнего ваня расскажи что ты делаешь для чего это я подсталиваю землю для того чтобы дверь приходил и кушать это помощь охотоведу как-то или как помощь чем у нас в природе они кушают весной они обильно приходят на слонец кушают траву и да для для лучшего усвоения травы дать на эту цель не заморачивался не узнал но вот они в период весенний когда первая трава появляется они прямо обильно ходят на слонец осенью когда вот тоже оттавка вырастает и это не кушают трава приходит и обильно ходит на слонец уйдет и линьк с линькой связано с линькой связано и здесь козел да постоянно по следам видно на этой территории местности держался дверь чтобы он не мигрил у кого-нибудь другие там места где слонцы тоже есть а чтобы он тут жил обитал он как бы он приходит сюда живет может остается либо он если потом уходит в зимний период отсюда то он потом весной опять сюда приходит то есть опять миграция происходит он опять тут остается то есть он не уходит совсем далеко а тут козел коза там живут у них потомство потом дети тут же потом будет оседать как бы поколение поколение и зверь потихоньку остается развивается развивать приехали на второе место уже собираемся домой и он сейчас заряжает новый солонец оба короче ребята мы вернулись но это жесть перчатки можно выжимать с них течет голос сухо а вот у меня ноги мокрые это хорошо прям так перчатки бери